Второй главе Киркегор противопоставляет возможность и действительность. Так же делает противоставление. Возможное – реальное, потенциальное – реальное. Переход от возможного к реальному – это есть прогресс. Вот что такое прогресс. То есть то, что вы только думаете, что это возможно, поместите его в вашу реальность, и это есть прогресс и ваше восхождение. И напротив, когда мы возьмем отчаяние, окажется, что с переходом от потенциального к реальному имеет место падение. А вот видите, а переход от потенциального, то есть когда человеку говорят, «О, у тебя такой потенциал, потенциальная», он соотносит с тем, что он сейчас, на каком месте. И вот говорит, что это соотношение того, какого-то потенциального, что когда может быть, или что человек имеет, но еще надо потрудиться поработать, это почему-то падение у Киркегора. и бесконечное превосходство потенциального над реальным, потому что оно как бы давлеет, что оно только когда-то, когда-то будет. А возможно, это ты можешь поместить прямо сейчас в картину реальности своей. Поэтому потенциально это мера падения, а возможно, это и есть прогресс. Что такое подниматься в жизни? Это не быть отчаявшимся. Ну тут понятно, да? Поднимая, подъём и отчаяние. Реальное означает тоже не быть отчаявшимся. Следовательно, некое отрицание — это как раз неплодотворное и разрушенное возможное. Отчаяние — это внутреннее несоответствие в синтезе, когда отношение относится к самому себе. Однако синтез — это несоответствие, он есть просто возможность. Или же возможность несоответствия предполагается в синтезе. Но откуда же берётся это отчаяние? Из отношения, в котором синтез относится к себе самому. То есть вот это отношение — это и есть дух, который выводит Герки Гор. Или я. То есть человек — это дух. Дух — это я. Я — это отношение. Синтез — это отношение. И в нём заключена ответственность. И получается, вот это я и должно направлять тебя. А вот это отрицание, которое появляется, оно неплодотворное. Оно разрушает возможное. То есть на пути, когда вы кем-то только хотите стать возможным, и вдруг вот это входит в разрез вот это отрицание, как вот здесь Герки Гор у нас говорил, это расхождение, да, когда вот наступает, вы видите расхождение между тем, что вы думаете, что говорят вам другие, то вот это вот так разрушается возможное. Вот и так зарождается отчаяние. Отчаяние — это категория духа, и она применима к человеку в его вечности. То есть, когда человеку надо выйти из состояния отчаяния, надо подумать, а это у меня временное состояние, а где же я хочу, чтобы вот у меня проекция вечности была, что мне надо сделать, чтобы, да, вот запустить, перезапустить это новое колесо своей экзистенции, дух поднять, да, чтобы он поспорил, экзистенция вышла к просветлению. И Кирк Егор говорит, от этой вечности мы не можем избавиться вечно, мы не можем отбросить её одним махом, во всякое мгновение, когда мы лишены её, то есть, когда мы её отбросили или отбрасываем, она возвращается. То есть невозможно уйти от вечности. Иначе говоря, во всякое мгновение, когда мы отчаемся, мы заново заражаемся отчаянием. Ну а если здесь человек не может уйти от вечности, то своего рода так и приобретается вот этот экзистенциальный смысл, который очень важен для человека. И поэтому Кирк Егор определяет отчаяние как смертельную болезнь. В крайнем принятии отчаяния заключена смертельная болезнь. Это противоречивое моление. Кирк Егор так много об этом пишет, что отчаяние – это смертельная болезнь, только лишь потому, чтобы кто будет читать его книги, чтобы как раз у него поднялся этот огонь, чтобы он сказал, да, я есть человек, я есть дух, и я хочу выйти из этого состояния отчаяния, и я могу, возможно, приблизиться к своему реальному. Это такой вот краткий подыток сегодняшней части. С вами была Елена Романова. Если вам интересно, подписывайтесь, и я еще вас буду ознакомливать с этой книгой, потому что я ее законспектировала абсолютно. Основные тезисы, которые мне были интересны, и я поделюсь с вами. С вами был Игорь Негода.